Доброго времени суток! Решил затронуть тему двух таких популярных проектов в Arma 3. Для любителей месива, думаю, эта тема будет очень интересна. Речь пойдет о таких серверах, как FT2 и Ural Server 66. Сокращенно буду называть его Ural 66. Два этих сервера имеют схожий режим. Это захват территорий, где нам изначально предлагают выбрать одну из сторон, будь то Россия, красные, или Соединенные Штаты Америки, синие. Давайте посмотрим, чем же два этих проекта отличаются друг от друга и отличаются ли они вообще. Рассмотрим для начала проект FT2. Сервер вмещает в себя 100 человек. Также, если люди не помещаются, есть еще и второй, точно такой же сервер. Но по поводу сервера Ural 66, туда влезает у нас целых 60 человек, что, конечно, меньше. Но зато у нас там присутствуют боты, о которых мы поговорим чуть попозже. Также прошу обратить внимание на количество модов, которые нам необходимы для FT2 и для Ural 66. Так, попробуем зайти на FT2. Заходим на проект, выбираем нужную нам сторону и видим достаточно неплохой экран загрузки. После чего появляется вот такая вот менюшка, где нам предлагают либо где-то появиться, либо снарядить нашего персонажа. Для этого нам нужно нажать кнопку Load Out. Нажимаем и оказываемся достаточно в таком интересном виртуальном магазине, где мы можем экипировать нашего персонажа. Но, как мы видим, ассортимент достаточно большой. Вся экипировка стоит каких-то денег. Деньги, само собой, нам нужно каким-то образом будет зарабатывать. Об этом мы поговорим чуть позже. Экипировку можно сохранить для того, чтобы после вашей гибели все это загрузить снова и снова отправиться в бой. Теперь давайте посмотрим, что у нас на сервере Ural 66. Нам тоже нужно выбрать сторону. В этот раз мы возьмем сторону синих, а ниже США. Достаточно скромный экран загрузки. Теперь нам нужно выбрать снаряжение. Для этого мы подходим к ящику, который находится на нашей базе и выбираем кнопку снаряжения. Видим достаточно неплохое снаряжение. Судя по всему, его тут больше, чем на FT2. И все это абсолютно бесплатно. То есть любое снаряжение мы можем взять абсолютно бесплатно, экипироваться в любом нам нужном количестве прямо на старте. Также прошу заметить, что в момент экипировки мы можем вертеть нашего персонажа, как мы захотим, что значительно упрощает нам понять, как будет выглядеть в конечном итоге наш персонаж перед тем, как он отправится в бой. Выбранный комплект тоже можно сохранить. Пришло время поговорить о технике. На двух этих проектах есть возможность игрокам покупать любую боевую технику, начиная от квадроцикла и заканчивая боевыми самолетами. Давайте посмотрим на ассортимент техники на сервере FT2. Для этого нам нужно вызвать соответствующее меню на главной базе. И, собственно, мы видим вот такую вот менюшку. То есть тут у нас все рассортировано. То есть квадроциклы, бронированные автомобили, вертолеты, лодки и даже самолеты. Стоит это каких-то денег. Есть возможность все это перекрасить. То есть вот такой вот у нас получается магазин, доступный нам технике. На проекте Урал-66 есть аналогичный магазин. Для того, чтобы его активировать, нужно выйти с главного ангара, тоже вызвать соответствующее меню. И мы видим доступную нам технику. В отличие от магазина FT2, опять же, мы имеем возможность заранее посмотреть на эту технику, как она выглядит со стороны. По поводу ассортимента техники. Как мы видим, легкобронированной и бронированной техники тут больше, чем на FT2. Также есть возможность ее перекрасить. Но зато нету боевых самолетов. Прошу заметить, что при покупке вертолета у нас есть возможность выбрать соответствующее вооружение по нашему вкусу. Но стоит это дополнительных очков. Для того, чтобы все это покупать, нам нужны будут деньги. Случаи с FT2 это деньги. Случаи с Урал-66 это очки. Деньги на FT2 наш персонаж получает буквально каждую минуту в районе 300 долларов. Также мы получаем деньги за уничтожение противника, за уничтожение техники противника, захват точек и продажу краденой техники противника. На Урал-66 мы не получаем деньги каждую минуту, как это было на FT2, но во всем остальном все абсолютно так же. Мы получаем деньги за уничтожение противника, за уничтожение техники и за захват точек. Заработать очки на Урал-66 труднее, чем деньги на FT2, но зато мы не тратим очки на снаряжение, так как практически все снаряжение уже изначально доступно на базе. Основная миссия на этих проектах практически одинаковая. Это захват точек. На FT2, в зависимости от онлайна, на карте появляется несколько небольших точек, которые нам нужно захватить. В случае Урал-66 у нас появляется одна большая точка, которую нам нужно захватить. Получается следующая система. На FT2 в каждой небольшой точке в центре присутствует флаг, который нужно захватить и удержать. Тогда зона будет захвачена. После захвата территории мы имеем там возможность появляться, покупать снаряжение, и тогда нам уже нужно двигаться на следующие точки. В случае с Урал-66, это большая точка, где присутствует три неотмеченных бункера, которые игроки должны изначально найти и попытаться их захватить и удержать в течение пяти минут. Также прошу заметить, что изначально, когда на Урал-66 появляется точка, которую нужно захватывать, там присутствует большое количество ботов. В основном это пехота и боты на легкобронированной технике. То есть получается, что идет битва трех сторон. Это США, Россия и третья сторона боты. То есть сначала нужно разобраться с ботами, а уже потом происходит противостояние двух основных сторон. Как же игроки добираются до всех этих точек? Но в случае с FT2 там есть возможность десантироваться с воздуха. В случае, если точка удерживается одной из сторон, то есть возможность появиться прямо в точке или подогнать один из мобильных точек респауна, он же MHQ. На Урал-сервер используется только техника MHQ, у каждой стороны их по две единицы, у русских это тигры, у американцев это хамви. То есть можно подогнать эту технику в любую точку на карте, установить, развернуть и игроки из базы могут телепортироваться в указанную зону. Ну что ж, давайте попробуем подвести итог. Как мы видим, проекты особо друг от друга ничем не отличаются, разве что интерфейсом и ассортиментом техники в магазинах. Также наличим третьей стороны, а не же боты на проекте Урал-66. Ну и какие-то совсем уж минимальные изменения. Допустим, это одна общая точка на Урал-66 против нескольких небольших точек на FT2. Ну, как я считаю, это все одно и то же, просто представлено нам немного в другой обертке и каждый из этих проектов имеет какие-то свои минимальные, прошу заметить, изменения. Если вдруг вы играли, ну например, на Урал-66 и вдруг захотели зайти на FT2, я абсолютно уверен, что через буквально 10-15 минут вы будете чувствовать себя как рыба в воде, потому что, на мой взгляд, изменений, ну практически вообще никаких нет. Все то же самое, но просто в другой обертке. Ну вот, допустим, на проекте FT2 мины ваших союзников будут обозначены специальным триггером, и вы будете видеть их на карте. На проекте Урал-66 мины вам придется обозначать вручную. На мой взгляд, даже при онлайне в 60 человек на проекте Урал бои происходят даже более зрелищные, чем на FT2, поскольку на Урал-66 присутствует единая точка, за которой идет захват трех сторон. То есть у нас там и боты, и США, и Россия, и все пытаются лезть в одну точку. То есть бои там, на мой взгляд, более зрелищные. В то время как на FT2 на карте присутствует несколько небольших точек, и игроки делятся на небольшие отряды. То есть у нас там какой-то отряд воюет, там какой-то отряд воюет, а там, допустим, нет вообще никого. То есть в этом плане на Урале я считаю поинтереснее. Но в этом тоже есть большой минус, так как когда все собираются в одной точке, и уж тем более, когда там есть большое количество ботов, это сильно влияет на FPS. Ну в общем, пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу, кто где играет, чем эти проекты, по вашему мнению, еще отличаются друг от друга, потому что мог какие-то нюансы не заметить, пропустить. Но как по мне, это одно и то же, просто в разных, так скажем, обертках. Лично я могу спокойно и там играть, и там играть. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Всем до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok